Ты боишься от Бога? Нет. Но я боюсь от тебя. За два вечера, потому что никак не мог отлипнуть от экрана. В этом видео я поделюсь своими впечатлениями и расскажу про многочисленные плюсы игры и незначительные минусы. Мы играем за персонажа по имени Дэвид Бутер, который отправляется в небесный город Колумбию, чтобы отыскать там девушку по имени Элизабет. Этим поселением проявит пророк по имени Комсток, этакий местный мессия. Элизабет томится в какой-то башне, куда мы собственно и должны добраться. После того, как попадаешь в сам город, первое, на что обращаешь внимание, это то, что все в городе красочно и красиво. Глаз прям не нарадуется. Буйство красок, сам город, открывающиеся пейзажи, атмосфера, звуки разнообразной музыки. Все это настолько захватывает, что все то время, пока не начинается действие, просто бродишь по городу с большим интересом. Хочется заглянуть в каждый уголок и посмотреть все, что можно. Даже посмотреть на местных жителей и послушать, о чем они говорят. Повсюду светит солнце, в воздухе витает атмосфера идиллии, и даже начинаешь расслабляться. Атмосфера стимпанка производит неизгладимое впечатление, потому что можно, например, на местном пляже наблюдать людей в пляжных костюмах 19 века, и в то же время в городе полно различных устройств, которые можно отнести к веку 20 или 21. Основные наши приключения начинаются после того, как мы находим девушку. Нам нужно доставить ее в Нью-Йорк, дабы тем самым расплатиться с долгом. По мере прохождения игры, кроме полицейских, нашими врагами становятся ополченцы, выступающие против Комстока. Геймплей игры не даст нас кучить ни на секунду. Во время первой драки уже надо поднапрячься, потому что противники здесь далеко не так тупы, как можно предполагать. Они пользуются укрытиями, перебегают с места на место, в результате чего их не так-то просто одолеть. Если кто-то из врагов оказался рядом, он может кинуться на тебя, так что надо быстрее реагировать. В арсенале нашего героя имеется пистолет, место которому, судя по виду, в каком-нибудь музее оригинальных ювелирных изделий. Какая-то штуковина наподобие пилы, автомат, дробовик, карабин, винтовки и другие виды оружия. Также у Дэвида есть ряд сверхъестественных способностей, которые он получает при помощи различных энергетиков по мере прохождения игры. Интересно, а что бы ему Егор дал? Эти возможности нужно подпитывать солями. Только не теми солями, от которых наркоманы Боба Марль видят. В игре нет автовосстановления здоровья, поэтому и ПК-геймерам, и обладателям приставок придется поднапрячься, потому что после середины игру уже становится крайне сложно проходить. Вариантов разборок с врагами масса. Можно просто всех убить с помощью обычного оружия. Можно использовать возможность обращения машины или противника на свою сторону, и в течение пары минут смотреть, как те расправляются со своими. А самому тем временем сидеть тихо в каком-нибудь укрытии. В игре есть и РПГ составляющая, то есть система прокачивания оружия, различные варианты экипировки главного героя, усиление щита, здоровье и всего такого. Во время выбора экипировки нужно хорошо подумать, что надеть, потому что каждая одежда дает свои преимущества. Пополнять боезапас можно либо пошарив по карманам убитых врагов, либо в специальных автоматах. Также с помощью этих автоматов можно восстанавливать здоровье и прокачивать оружие. На мой взгляд, удобным является то, что порой такие автоматы стоят рядом с местом перестрелки, и не приходится лишне напрягать мозг, думая, что же делать, когда у тебя кончатся патроны. Чтобы лишне не тратить патроны, мы можем закидывать врагов огненными бомбами, насылать на них стаю воронья, либо устраивать для них электрические ловушки. Наша спутница, между тем, не является лишней обузой, как капитан прайс третьей части модерного ФПР. Она может сама за себя постоять, если противники на нее нападут. Во время перестрелки она находит для нас боезапас, флакончики с салями, и помогает восстанавливать здоровье, что является крайне удобным. Если вы упадете смертью храбрых на поле боя, то Элизабет вернет вас к жизни, у вас с ним и со счета деньги. Однако не расслабляйтесь, противникам тоже восстановят здоровье, правда чуть-чуть. Я считаю, что это совершенно неожиданная находка, ведь все же привыкли, что после воскрешения противников уровень здоровья остается такой же, и что их легче добить. Создатели нового Биошока, видимо, специально сделали все, чтобы мы не расслаблялись ни на минуту. Катание по аэротрассам – это отдельный разговор. Дух захватывает, и порой голова начинает кружиться, словно ты на настоящих американских горках. Со временем выясняется, что оказывается, Элизабет умеет открывать разрывы, то ли в параллельные миры, то ли во времени. Однако во время боя это умение сильно помогает, потому что мы можем таким образом материализовать припасы, укрытия и различные пушки. В конце игра становится по-настоящему сложной. Но знаете, после аркадных шутеров, типа Call of Duty, это действительно доставляет большое удовольствие. Теперь о тех минусах, которые мне не понравились в игре. Первое. Носить с собой можно только два типа оружия. Это сильно напрягало еще в новом Duke Nukemi. В игре большой выбор оружия, но тот факт, что приходится выбирать, что с собой взять, сильно все осложняет и не дает толком попользоваться каждым видом. Второе. Моменты, когда ты идешь по городу и видишь перед собой двух врагов, но они на тебя не реагируют. И ты не знаешь, то ли сейчас начнется сюжетная вставка, то ли тебе надо расчехлить ствол. Третье. Практически в конце игры сюжет набирает такие обороты, что не успеваешь за всем следить и не совсем все понимаешь. Также непонятно, почему движение народников вдруг начинает считать тебя врагом и приходится сражаться еще и с ними. Кроме того, если по сюжету Дэви становится мучеником в одной реальности, то почему солдаты из того мира не узнают его? Четвертое. Эпизод, в котором приходится шататься по больнице, вроде бы наполнил соответствующим духом страх, но одновременно с этим почему-то напоминает игру пила. Кроме того, когда ко мне подкатило инвалидное кресло с головой на нем, я прям ждал, когда же появится маньяк. Пятое. Эпизод с кладбищем, поиском трех разрывов и беготнёй за покойной миссис Комсток. Жутко надоедает беготня кругами, туда-сюда и обратно. Кроме того, босс-призрак, знаете, это как-то по-детски что ли. Если это был бы год 2003-2005, то смотрелось бы вполне эффектно. Но сейчас это выглядит как-то избито и скучно. Ещё и детство каким-то отдаёт. Шестое. Концовка игры получилась какая-то странная и оставила кучу вопросов, да и дала мало ответов. Если это зачин на следующую часть, то тогда претензий нет. Если это окончание франшизы, то получается, что концовка недоработана. Несмотря на незначительные минусы, игра действительно является настоящим шедевром. На рынке компьютерных развлечений давно не выходило качественных проектов такого уровня. Поэтому я настоятельно рекомендую всем в неё сыграть. С вами был Иван Сергеевич. Если понравилось видео, то поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok